Первое место с 631 очками заняла песня Стефания группы «Калаш Оркестра», сайт проект рэп-коллектива «Калаш». Уйти в отрыв от конкурентов Украине позволили результаты зрительского голосования, за него коллектив получил 439 баллов из 480 возможных и поднялся с четвертого места на первое. Трек Стефания назван в честь матери солиста Олега Псюка, он был написан еще до 24 февраля, но, по словам музыкантов, позже обрел дополнительный смысл. Группа «Калаш Оркестра», представляющая Украину на конкурсе эстрадной песни Евровидения 2022, нарушили правила, завершив свое выступление политическим лозунгом. По правилам им грозит дисквалификация. Но организаторы конкурса сочли это заявление не политическим, учитывая сложившуюся ситуацию. Президент Украины уже выразил готовность провести конкурс в 2023 году. Одним из фаворитов Евровидения 2022 внезапно стала также Великобритания, после провального 2021 года, когда страна заняла последнее место в списке. В 2022 году она заняла второе место. Второе место занял певец Сэм Райдер из Великобритании с 466 баллами, а замкнула тройку лидеров певицы Шанель из Испании, она набрала 459 баллов. На конкурсе 2022 года не были представлены Россия, по понятным причинам ее отстранили от конкурса 25 февраля, и Беларусь, приостановка членства страны в Евс июле 2021 года. Это решение отражает опасения, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российских работ в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, Эба провел обширные консультации со своими членами, указано в заявлении организаторов. В прошлом году Россию представляла Манижа с песней Russian Woman, она заняла девятое место.